7 ноября Театр Кукол Сказ отметил свой день рождения. Вот уже 65 лет с его сцены юным горожанам дарят сказку их любимые герои. Несмотря на почтенный возраст, театр молод и современен. На неделе прошла череда торжественных мероприятий. Подробности в следующем сюжете. Юбилейная неделя Театра Кукол Сказ была наполнена интересными событиями. Началась она с открытия мемориальной доски заслуженному работнику культуры РСФСР, бывшему директору Театра Кукол Владимиру Булдакову. Продолжилась торжественным мероприятием, на котором артисты подарили гостям незабываемое представление воплощения любимых героев, а завершилась премьерным показом спектакля. Но обо всем по порядку. В минувшую пятницу в театре было многолюдно. Здесь прошло торжество, посвященное 65-летию. Театр посетили его друзья, представители учреждений культуры, администрации и даже регионального министерства культуры. Со сцены прозвучало много приятных и теплых слов в адрес всех работников, которые ежедневно трудятся над созданием сказки. Кукольники – это особое сообщество. Они до такой степени разносторонние, до такой степени одаренные. Они могут все. Они говорят вот сегодня, говорят с нами всеми разными голосами. С этой сцены идет потрясающая энергетика. Она нас захватывает в любом из рядов этого очень теплого, очень притягательного для детей зала. И мы верим, несмотря на то, что занятые взрослые люди, мы верим вот этой маленькой кукле, которая в руках этих волшебников действительно оживает и несет в нам такие серьезные истины, воспитывает, создает систему ценностей действительно для очень многих поколений. Поэтому поздравляю с этим большим праздником и театр, и город, и людей, которые к нему причастины, все поколения юных и взрослых зрителей. Я хочу поздравить весь коллектив, вспомнить тех, кого нет, кто вложил огромный труд в этот театр, потому что на самом деле вот центр культуры нашего города много лет был, а для детей остается. Это наш театр с праздником, всем счастья, здоровья, успехов и долгих лет существования. Правильно говорят, театр начинается с вешалки. Это действительно так. Потому что в коллективе нет людей, которые не важны. Здесь важны все и важны все профессии. И от того, как в коллективе складывается атмосфера, и когда коллектив нацелен на достижение одной единственной цели, вот тогда и получаются такие яркие открытия, события и яркие-яркие постановки. Поэтому спасибо вам большое за вашу работу. Желаю всем успехов, творчества, новых открытий, достижений. Поэтому всего-всего вам самого хорошего. Значимость театра «Кукол» неоценима, ведь с самого детства через спектакли он учит своих зрителей важным жизненным ориентиром. А когда в жизни детей с самых юных лет есть место сказки, вырастают гармоничные личности. Немногие города в нашей стране имеют театры «Кукол». И немногие дети могут с детства туда попадать. В любое время, в любое время года, в любой месяц. А у наших юных новоральцев такая возможность есть. Уже 65 лет. Много поколений детей выросли. Я сама выросла тоже в этом городе. И смутно помню, но помню этот театр. Помню ширму, за которой шли представления. Все проще было. Стены выкрашены одной краской. Зал был большим, потому что мы были малыши. Но мы приходили сюда за сказкой. Эту сказку, конечно, получали. Дети с самого раннего возраста могут прикоснуться к искусству. Потому что театр «Кукол» – это первая важная очень ступень. И это замечательно. Поэтому я сегодня поздравляю весь Новоуральский. Конечно, театр «Кукол» с юбилейным днем рождения. Дорогие друзья, очень важно, что у нас есть в городе театр «Кукол». Театр, где первые шаги в искусство и знакомство действительно с миром литературы сказочной делают наши горожане совершенно маленькие. И это имеет огромное значение. Потому что действительно русские сказки, они очень добрые. Они очень правильные. Они несут тот патриотизм, который нам сегодня просто необходим. Поэтому мы поздравляем наш замечательный театр «Кукол» с юбилеем. Желаем им долгих лет замечательной творческой жизни. На торжественном мероприятии многих работников театра за большой вклад в искусство отметили специальными наградами. Но впервые почетным знаком отличия за заслуги перед Новоуральским городским округом отметили артиста-кукловода Наталью Булдакову. Она посвятила любимому театру несколько десятилетий. Театр «Кукол», он, наверное, уже трансформировался из просто сценической площадки, где показывают спектакли. Он трансформировался в то место, где воспитывают чувства детей, где воспитывают в целом подрастающие поколения. И прививают им какие-то очень справедливые оценки того, что происходит у них вокруг. И именно благодаря детским улыбкам, детскому смеху, детским аплодисментам корабль под названием «Театр «Кукол сказ» вот уже 65 лет идет верным курсом, идет полным ходом к победам, новым вершинам и новым горизонтам. Но мы очень стрепетом помним о своих предшественниках, о своем прошлом, и благодаря этому мы можем уверенно смотреть в будущее. В общем-то, у нас все, скажем так, стабильно, но очень интересно. Приходите к нам в театр, наши двери всегда открыты. 7 ноября был ровно год, как я исполняю обязанности главного режиссера театра. Это огромная ответственность. Я очень благодарен за то, что мне доверили эту должность. Очень хорошая перспектива этого театра. За год я познакомился со всеми. Потрясающая труппа энтузиастов, творчески заряженных бесконечной энергией, позитивных людей. И ты репетиции ждешь просто как небесные манны. Хочется постоянно с ними работать, постоянно что-то придумывать, делать. Помимо труппа, это еще и чудесная наша цеха со всеми удивительные, потрясающие отношения. Я очень хочу поздравить театру, который я за год работы безумно полюбил. Пожелать долголетия, успехов, такого же напора, энтузиазма, который у нас сейчас есть. Мы готовы поднимать выше и выше планку, которую уже сейчас задрали. Артисты театра талантливые и творческие люди, в руках которых куклы оживают. Есть мнение, что однажды выбрав для себя эту профессию, человек не может остановиться. Что говорить о наших артистах? Они занимаются любимым делом и продолжают радовать горожан. Наш театр шагает в ногу со временем. Мы не тормозим, вы видите, у нас молодая труппа, очень много молодежи и молодежь, самое главное, с горящими глазами. Знаете, как приятно, когда идешь и тебе говорят, я был у вас в театре, и еще раз приду, и еще раз, когда зрителю хочется вернуться в театр. Это самое приятное и самое значимое для нас. В этот замечательный, прекрасный день хочется поздравить наш театр, наших коллег и всех-всех, кто причастен к нашему творчеству. Вот мы и дожили 65 лет нашему любимому и вашему любимому театру кукол. Возраст почтенный, но мы на пенсию пока не собираемся. Мы будем работать для вас и дальше радовать вас дальше с новыми спектаклями, чтобы вы были счастливы, чтобы глаза ваши горели и чтобы вы говорили в нашем Новоуральске самые лучшие театры и самые лучшие зрители с праздником, потому что это и вас в том числе тоже праздник. Праздничную неделю завершил показ премьерного спектакля «Малыш и К» режиссера Волгоградского областного театра «Кукол» Екатерины Уржумовой. Удивительная постановка всем известной истории получила новый виток благодаря идее режиссера. Отдельного внимания заслуживают и сценические эффекты, многообразие кукол, в том числе штоковые марионетки, также музыкальное сопровождение. Спектакль оказался интересен как детям, так и их родителям. Очень интересный, креативный, ну необычно, необычный, то есть такой интересный. Нам понравилось, ну мне понравилась музыка, понравилась танцы, именно что вот не просто там сыграли спектакль, а именно как-то это все музыкально, то есть интересно было на это смотреть. Представление очень красочное, яркое, мне сильно понравилось. Дворы очень смешные были, Карлсон игривый, веселый. Мне понравилось то, что там разные летучие, вот это вот все такое. А своим друзьям порекомендуешь посмотреть этот спектакль? Да. Мне понравилось, когда фрикенбок была с пылесосом, мне очень он понравился. Куклы были такие интересные всякие, много всего интересного, моменты такие, звуки тоже были любыми. А вот ты часто вообще ходишь в театр «Кукол сказ»? Ну не очень. Сегодня рада, что сюда попала? Да. Мне понравился, даже, кстати, для взрослого нормально. Первый раз пришли после ремонта, я давно не была. Последний раз была, когда в школе училась, наверное. А сейчас мне понравилось. Ребенок с удовольствием ждет воскресенье, потому что по воскресеньям мы ходим в театр «Кукол». И для нее каждая сказка, даже если она повторяется, она для нее как в первый раз. Ребенок с удовольствием ходит, с удовольствием ждет воскресенье. Всегда спрашивает, какой сегодня день недели, когда будет следующая сказка, какая будет сказка. Ну вот сегодня была премьера сказки «Малыши Карлсон». Все как всегда, на высшем уровне. Все мы родом из детства. И с особой любовью и трепетом вспоминаем те времена, когда сказка казалась былью. Когда казалось, что волшебные герои – твои друзья, вместе с которыми ты учишься преодолевать жизненные этапы, чему-то новому, а главное – сопереживанию, любви и настоящей дружбе. Наш театр «Кукол сказ» помогает не забывать эти сказочные времена уже не одному поколению новоуральцев. Хочется сказать спасибо за эти волшебные моменты, за эту ежедневную сказку, которая создается в цехах театра и воплощается на сцене. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов, Антон Пылаев. Объектив. Итоги.